Действительно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие в целом мире, сказано будет в памяти о том, что она сделала. Кто? Та, которая помазала Христа. Значит, об этом надо напоминать. И очень многим. Многие про это не знают, многие в это не верят, что она помазала Христа и приготовила к погребению. И это было не обманное действие. Вы знаете, сколько людей, которые это не знают? Один миллиард мусульман в это не верят. Они верят, что он сын Божий, не сын Божий, а посланник, и его просто он взял жильем, он не умирал, Христос. Все до одного мусульмане, татары, казахи, которые исповедуют магометанство, они не верят, что Христос был распят. Ну и естественно не верят, что раз он не распят, то что он не воскрес. Он не умирал, он взят. В память этой женщине нужно пойти ко всем мусульманам. И далее. Что она подготовила к погребению, и он воскреснет тот же самый Христос. В том же самом теле. Один миллиард буддистов про это не знают, они верят, что превращается человек во что-то другое, или в животное, или в растение. Идите к буддистам, один миллиард ждет вас. Вот уже два миллиарда. Сколько атеистов, безбожников, которые не верят в это, что Иисус был распят, умер за грехи людей и за их тоже, и к ним надо пойти возвестеть. В память написано. Мы даже вот этот стихт нигде в России не выполняли-то. Почему было священство не призвать первого же года, как появилось на русской земле христианцев, и сказать, все обязаны пойти. Я специально сегодня привез березу, которую я драл. И она как хорошая бумага. А березы всегда славилась Россия, тем более все годы, когда еще не было столь вырубки. Да всю Россию можно было над них березами в Библии, как говорят, обратить к Богу-то. И сказали бы, все это делаем в память того, что сделала женщина. А что? Она подготовила Христа, значит, к погребению. Надо говорить о погребении. А почему умер? За это цепляется следующее, что он пришел умереть за грехи людей. Откуда это известно? А он агнес. Так пошли к Ветскому Завету. Только в память этой женщины начни говорить, и тебе Ветский Завет уже должен знать и потянешь за собой. Почему он должен был умереть, то люди не знают. А при чем здесь Христос? А теперь, если он умер, какое отношение это имеет к моим грехам, если я грешник? В память этой женщины. Да вот-то беда, что жалуются, что памяти нет, и особенно жалуются православным. А им память о православном совсем и не нужна. Если памяти нет, это абсолютная идеальная пасла для священника. Ничего не знает, батюшка благословит, батюшка сказал, батюшка... Все. Сегодня батюшки засмели весь белый свет, заменили Библию, заменили Бога, все. Только что батюшка скажет. Так вот, вы память эту имейте у себя, что Библию нужно знать, чему священники вас сегодня не учат. И хотите, я вас сегодня научу, как приобрести память. И, притом, эти курсы бесплатные открываю. Притом, сделайте это сегодня. И уже слово «я забыла» или не пришло на память, чтобы никогда не говорили. Ты делаешь соответственно. Вот здесь вот, на правой стороне, ну, может, на левой, а лучше на правой. Шайки карманчик. И назови его, когда будешь пришивать, и скажи, это карман памяти. Не трудно же это. Стряпочку одну пришить, и сделай обязательно ее застежкой или как бы с пуговочкой, и положи туда бумаги чисто сверни, и карандашик. Карман памяти. Только что-то делала, сразу записала туда, мне поехать надо на дачу, взять с собой рассказу. Все. Как и как что, поехать, сразу сделай, прочитала, пиши крупно, печатными. Я одну так научила, она говорит, поехала, и вот почему, да я забыла про карман. Уж это я ничего не могу сделать. Если только один карман не можешь запомнить, так я говорю, все записала как надо, а что карман-то есть, я и забыла. Все время в карман власть туда, и никогда ничего не будете забывать. Напиши, карман памяти, можешь большой карман сделать, и туда положить маленькое Евангелие. Когда я ходил в Благовество, вот эта православная Библия 56-го года, батюшка, показывай какая, потрясла, у меня в пределах был шит карман такой. Вот такой карман не меньше, чем у цыганки. Туда можно положить будет все, и все время туда заглядываешь, что там написано. Напиши на первом месте, с собой не забыть Евангелие, дальше не забыть, с кем я еду разговаривать о Боге, благовествовать. И в память тебе тоже будет что-то сказано, когда ты умрешь. И будет сказано, какая была памятливая сестра или брат, ничего не забывал. И самое главное, он помнил о смерти. Написано, помни день смерти, и вовек не согрешишь. Ни завтра, ни осень у тебя не будет, а сегодня уже не будет тебя человек. Вот на этом остановись. Я о памяти говорю. Как Бог тревожит совесть людей тем, чтобы помнили. А если не помнит человек, то ничего не помнит, он не нужен. Называется Иван Безродный. Исход 12.14 И да будет вам день сей памяти, и празднуйте вон, и праздник Господу во все роды. Пасху Господню. Господь говорит, память вам эта. Вы не забываете, что Пасха есть? И как ее высчитывать? Тоже должны знать, мы это объясняли. Свет за 21 мартом, первое полнолуние и первое раскресенье. Очень просто запоминать. Исход 13.9 И да будет тебе это знаком на руке твоей, закон, и памятником, перед глазами твоими, дабы ты помнил закон Господень, он был в устах твоих, и во рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта. У тебя на руке закон привязанный, это память, что рукой крепкой тебя вывел Господь. И память только полез сюда, что там записано, скажи, память дал Господь, дал мне мозги, я отвечаю от животного, не забывай, не забывай двумогое животное. У тебя карман памяти, а все животное, всякое животное, благоволение. Исход 17.14 Напиши сие для памяти в книгу и в уши Иисусу, что я совершенно изглажу память о маликитянах Поднебесной. Всех этих коммунистов Бог изгладит из памяти, и помнить не будут этих извергов рода человеческого, на которые анафемы за анафемой налагал патриарх Тихон. А с ними сообщаются, за них голосуют еще сегодня, памяти их изглажу из Поднебесной, говорит Господь. Вот это, запомни это. Они убили родителей, они отняли Слово Божие, разрушили храмы, осквернили мощи, и идут за них голосуют. Да мы засойны того, чтобы нас Бог стер в порошок, и память о нас была предана забвению. Исход 28.12 Вот таких камней еще священник заходил, а у него тут с кармашками были, так как вот сейчас он и Петрофиль держит, и там два кармашка, и два камня было, и на двух камнях написано тут шесть, и там шесть названия колен Израиля, чтобы священник не забывает. А бумажка-то стирается. Да Господь ему говорит, на камни напиши, выбей ты. Поп, что ты забыл? Забыл, как о России-то молиться, какие чудеса Бог тебе совершил? Об этом молись. Это он попам наказывает. Это не про мирян, говорится. То есть на камни надо, ну он же спохнется или камушком, потемечку-то стукнет и вспомнишь тогда, что надо молиться за народ, который погубили, который не знал Бога, которого Бог провел через эту войну. Мы оказались в этой войне побежденными, и они победителем, нас же обманывают. Это обман. Один самый лютый обман, который на земле идет. Мы оказались победителем. Более позорной войны вокруг не было, заодно у немца по шесть заплатили русских. А во-вторых, победители уже через год жили сто раз лучше, чем побежденные. Побежденные жили лучше, чем победители. А сейчас у них учатся, они приезжают, инвестиции сюда вкладывают. И самое главное, что не узнали Бога. Евангелие это оттуда стали получать. Перепечатывали на Западе, там. Корм тали разный. С ним в плане из Германии получали. От побежденных нами. Для памяти эти камни нам. Но нам говорят, и это не по темечку. Исход 28.12. Дальше Исход 28.29. Будет вкладить в освятилище священник для постоянной памяти пред Господом. Священник не просто зашел, а для памяти. Что у нас живая связь, у нас есть пастырь, законно рукоположенный, он имеет доступ к благодати Божией, совершит таинство. Вот для чего он. Для памяти входит. Вы не забывайте, что мы православные. Когда разговариваете с кем-то. Где бы ты ни встретился, я христианин, на первом месте христианин, ну и рядом где-то я православный. Нам хвалиться православие нечем. Только одно. У нас есть священник. А у вас нету. У нас есть пастырь. А у вас нету. У нас есть архиерея. А у вас нету. Вот что говорите каждому сектанту, еретику. Больше ничего вы и не докажете. Во всем остальном они выше нас. Нам и церковь, а вы секта. Все. Одно только усвойте. Иов 18.17. Память о таком человеке, который не славит Бога, исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Значит, память эти вот разломы, мозолея пустеет. Это все временное. На сегодня скажи, кто плачет об убитых на Бородинском сражении? Да никто. И все, которые в эту войну потеряны, постепенно умирают, и их тоже не будет. А те, которые умерли, погибли, погибли, не зная Христа, о них написано в плач день и ночь. И тогда жили, и сейчас они не знали Бога. Вот где главное это горе. И когда говорят, у меня горе, вы запомните, горе одно только, Христа не знает. А если у тебя вера есть, то все ты будешь принимать как благодать от Господа. Благодать в устах Господних. Ругают не тебя, не понимают, обворовывают. Это плохо, конечно. Но большей части это обворуют. А чего что? Вещи неправильно храним, двери не запираем, кого попало, домой запускаем. Ну, простаешь Бога, что живой-то остался. Поглагодари Бога, что тебе, говорит, голову не отвернули. Салмопевец Давид 111.6 Праведник вовек не поколеблется, в вечной памяти будет он. Значит, надо быть праведником, и тогда имя твое будет известно Богу. А все забывается. Ну, кто из людей мира сегодня ходит в городе и вспоминает, вот такой-то человек жил, я ему подражать буду. Ни писателям, ни поэтам, даже библейским персонажам, апостолам-то и то. Ну, а мы вот помним. Остальные, ты спроси, кто какой Матфейт? Мало кто скажет. Ну, Соломона еще скажет мудрец. А что он написал, сколько книг не знает. И что Соломон звал людей к совершенству, они тоже этого не знают. Они только знают, что в нем много было жен. Больше ничего не знают. Это самое интересное для людей, как много было у него жен. А это как раз его безумие было, потому что закон обговаривал, у царя должно быть мало жен, и не должен быть сильно богатый. Это государственное преступление. Это закон так говорит. Экклесиаз 1.11. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут за ними. Останется память только там, где славится Господь. Мы память о себе можем оставить славословием Господу. Даже многого от нас может ничего не остаться. Где строилось, все развалится, а семя, посеянное Слово Божие, душа обратится в живой памятник, а тот другого обратит Господу. Вот что самое ценное. А то есть здесь. Если эти дети, которых родили, они в вас пойдут, что польза от этого человеку? Из Икиль. 21.24. И вы сами это приводите на память. Я сказал как. А в следующий раз на богослужение? До богослужения я проверю вас по карманам. Это сделайте сегодня, я вам разрешаю. К вечеру, чтобы кармашки были пришиты. И туда запишите самое главное. Куда пойти? Что нужно делать? На первое место Христос и Библию. Два слова поставь. Чтобы об этом нигде не забывать. А дальше напиши. Моя душа бессмертная. Второе. И все в этом плане тогда дальше делать. Деяние 20.31. Памятуя. Павел когда прощается, говорит, вы чтобы помнили об этом, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас. Наша община с 97-го года возле, а тут у нас 91-го года. Меня не боюсь, вы это памятите, что я вас учу в день и ночь. И я вам напоминать буду через свои книги. Памятуя это, что я хотел, чтобы все до одного знакомые с нами спаслись. Чтобы мы все были в Царстве Небесном. Вот представьте, мы там соберемся, вместе с вами будем Господа. И какое горе, если мы не спасемся. Мы-то ведь не сектанты, мы не можем сказать, что мы уже спасемые. И Павел говорит, вы это помните. А человек, который не помнил, ну что, вот священник от места на место переводит, спаси через год, а тут уж пять батюшек побывало, не помню. А если от какого-то священника они услышали Слово Божие, как они будут помнить? А вот тот батюшка был, нас учил. А тот батюшка нас наставлял. Деяние 20-30 пальцев. Чтобы мы памятовали слова Господа Иисуса, и Бог вам сам сказал блажение давать, нежели принимать. Мы не случайно призываем вас к тому, чтобы умели жертвовать. Учите жить экономно. Наступило лето, сейчас сколько продуктов у вас будет пропадать, а ты себя каждый раз наказываешь, что пропало, когда без ужина ляжут спать завтра, а там и без обеда. И у нас есть куда? На нуждающихся. Мы говорим, образовали два фонда, и потом каждый для себя посоветит. Посмотрим, что будет. На издании Нового Завета и на переводческую деятельность. Это самое наиглавнейшее. Написано, пускай хлеб по водам, через много дней он вернется к тебе. Это хлеб. Это наши караваи поплывут. 2 Петра 1,15. И Петр говорит, буду стараться, чтобы ты и после моего отшествия всегда вы приводили это на память. Вот нас не бойтесь, что припомнится? А это память. И в памяти останется этот человек, вот хотел знать, нет, она наша сестра, правда она больная, все время звонит, а батюшка приедет? Я говорю, приедет. Ой, как он мне нужен? И звонит уже месяц, и ни разу не пришла. И главная забота. Звонит, приедет, приедет, а другая говорит, ну а как же я тогда поеду? А зачем же ты спрашиваешь, если ты не думаешь? Ты спрашиваешь, просто искушаешь меня. Потом, может быть, приедет, пришла-то часа за три раньше, досидела, может быть, батюшка выйдет и поговорила бы с ним. Память ошибна. 1 Фессоциалистам 1.3 Непрестанно памятное ваше дело веры и труд любви и терпения и упования на Господа, чтобы мы, встречаясь с кем-то, приводили это на память и сказали, как хорошо знать Бога. 1 Фессоциалистам 3.6 Вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, чтобы помнили, кто нас учит, кто нас слушает, кому мы чем-то обязаны. Притом, ты можешь быть участником в любом деле. Не можешь проповедовать, помогать проповеднику. Не можешь что-то сделать, помоги как-то, транспортам, чем угодно, перед Богом все дорого. И молиться за тех, кто нам что-то дает. 2 Тимофею 1.5 Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде и матери твоей, Ернике, уверен, что она в тебе. Откуда Павел знал? Он расспрашивал у историки, Моша, а откуда ты веришь? Да меня мама учила, Ерника. А мама-то откуда? Да бабушка у нас, она все время обходила. И он, Павел, все говорит, я это привожу на память, у тебя корень-то сильно хороший, Тимоша. Береги это все. Это все ему потом напомнил. У нас где-то родители сказали что-то, в конце концов нас Бог привел к Евангелию. Вспоминая, как дедушка наш собирал бабок, считал златоволос на церковном славянском языке. Это все на память приходит. Вы научитесь собирать внуков около себя, не просто показывать им телевизор, но и сами своими словами с Евангелием в руках, чтобы они его, это Евангелие, поддержали. Премудрость Соломона 4, 1. Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Значит, дороже детей, дороже имущество добродетель. И наивысший добродетель за спасение души. А спасение души возможно только через Христа. А Христа познаем только через Библию. Как просто-то все. Сирахов, 39, 23. И с успокоением умер, что успокоить память о нем, и утешить о нем, по исходе души. Даже в Ветхом Завете. Никогда не скорбите. Вот черный, трава, начинает что-то выдумывать. Ничего этого не надо. Если не верующий вообще, у меня разговора нет никакого. Если верующий, благодари Бога, Господь взял его до смерти, не отрекся. Еще как мы болеть-то будем? Будем ли Бога ставить болезнь? Это надо сегодня заранее подготавливать, никогда не роптать. И говорить, у меня все переносимое. Вот начинает стонать, мне тяжело, да нехорошо это. Ты как раз хвалишься тем, что у тебя слабая вера, а то, может быть, и никакой нет. Сирахов, 40, 12. Память о нем не погибнет, о таком человеке. Имя его будет жить в роды родов. 45, 80 раков. Оставили по себе память. А есть и такие, о которых не осталось, памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделали как бы небывшими, и дети их после них. И вся причина в том, что не знали Бога. С Богом человек не умирает. Почему? О памяти заботятся так верующие, когда уверуют. Он понимает, память сохраняет жизнь его. Вот разбойник уже все-все у него отнится. Он только ждет последнего удара, и чтобы расстаться в жизни. А Господа обращается, помяни меня. Как ему важно было, помяни. Мы все дожием друг друга просить, чтобы вспомнили наши добрые дела. Когда помянем умерших, как помянем? Он любил выпить. Я покажу в церкви, она раздает, правда, дорогой, казбек такие потерпелся. Каждому по порезке дает, и говорит, он любил покурить, вот, и раздает. А мы, вы раздавайте Евангелие. Что у меня есть, будет мою память раздать только Евангелие. И вспомните, я любил Господа. Я хотел, чтобы все знали Слово Божие. И, оставляя вам книги, у кого не будет денег, раздавать бесплатно. И Тавид 12.12. Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память, молитву вашу и перед святого. И когда ты хоронил мертвых, я тоже был с тобою. То есть, ангел говорит о памяти. И он на память приводит перед Богом. И когда Корнили молился, то написано, говорит, и пришли на память, но не то, что у Бога памяти нет, нет, это чтобы мы понимали, что у Бога ничто не пропадает. И пришли на память что? Голос хороший ты поешь? Или богатство твое? Нет. Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И вот Бог теперь уже, видите, какую экспедицию готовит. Явился язычнику, а никто еще не знает, что за этим будет. На память пришли молитвы Корнилия Сотника. Ни воинские его заслуги, ни то, что он был делой Римской империи. И дальше Бог открывает ему двери, знакомится, если пойдешь с апостолом, это на память. Апостол Петр, он любил память, потому что по-моему, отшествие напоминали это. И дальше, а дальше пойдешь туда, и все это по памяти. Итак, где эта женщина возлилась? Мы не знаем, как он будет, но знаем, что память о ней будет по всей вселенной. И она сегодня нам напомнила, чтобы мы помнили о смерти Иисуса Христа, нам его подготовили. А где смерть Христа, там и воскресенье. Аминь.